Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях среды вам расскажу я, Ольга Алексеева, и корреспонденты национального телевидения «Чувашия». Смотрите сегодня. Вместе по жизни. Сегодня в Рио главы «Чувашии» вручил награды самым крепким семьям. Новые форматы торговли. На совещании с местными производителями обсудили пути расширения рынка сбыта продукции. С любовью к малой родине. Столица «Чувашии» подвели итоги конкурса «Цвети моя Чувашия». День семьи, любви и верности относительно молодой, но уже очень популярный праздник. Сегодня в Рио главы региона Олег Николаев в режиме видеоконференц-связи поздравил и наградил орденом родительская слава многодетной семьи «Чувашия». Молодые семьи и семьи со стажем. Этот праздник объединяет всех, в чьем доме живет любовь. И самое главное – дети. Семья, многодетная семья – это то, к чему мы должны стремиться. Крепкая семья, сильная семья – это главная составляющая сильного современного государства. По традиции в этот день семьям присуждаются высокие государственные награды. Так, указом президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, медалью ордена «Родительская слава» награждена семья Егоровых Николая Егоровича и Ленианы Александровны из Маргаушского района. Они прожили вместе 61 год и воспитали шестерых детей. Орденом за любовь и верность награждены супруги Долгова из Шумерлинского района. Медалью за любовь и верность – семья Егоровых из Чебоксарского района. Жительница Новочебоксарска Марина Ананьева, которая с супругом воспитывает шестерых детей, удостоена знака материнской славы Анне. Искренне желаю всем молодым семьям счастья. Низкий поклон бабушкам и дедушкам, которые вырастили достойных детей, растят внуков. Желаю всем семьям чувашей добра, любви, здоровья, гармонии и комфортной жизни в любимой нашей с вами республике. Олег Николаев пообещал, что награды доставят адресатам через администрации муниципальных образований. Кроме того, сейчас прорабатываются дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям. Богдана Дойникова, Юлия Адюкова, Игорь Зверев, Республика. С одной из награжденных семей познакомилась наша съемочная группа. Вот уже 55 лет Егоровы из Чебоксарского района живут под девизом «Уважение, поддержка и, конечно, любовь». Вот так с песнями, а главное с любовью друг к другу, Вера Мефодиевна и Александр Николаевич прожили вместе уже почти 55 лет. На двоих у них семь детей, семнадцать внуков и шестнадцать правнуков. Вера Мефодиевна всю жизнь проработала каменщиком, а глава семейства с детства увлекся техникой, которая и стала делом жизни их семьи. Они все у меня помощником работали. Старший помощником работал, комбайнер. Потом на немецком косилке работала. И на измельчителе пробовали. Остальные тоже все помощниками работали. Трактористы есть у нас средние. Алексей. Люда. Тракторист. У меня дочка даже трактористка. Сегодня в семье Егоровых четыре собственных комбайна, отлаженных своими руками. И они сдают их в найм. Отец у нас только два года тому назад бросил на комбайн садиться. А так работал, так конца работал. Ну, ругали, честно говоря. Не хотел он работать на комбайне. Трудно же все равно же с цариком. Сейчас самому трудно, честно говоря. Что-то молодым хочется, чтобы посадить их, чтобы они учились работать. Работа в семье Егоровых всегда была в почете. Трудолюбивыми вырастили детей. Теперь воспитывают любовь к созиданию во внуках и правнуках. Вера Мефодиевна хлопочет по дому. Держит хозяйство и огород. А Александр Николаевич по-прежнему возится с любимой техникой. Учит внуков разбираться в тонкостях механики. Поскольку семья очень большая, собраться все вместе удается редко, сетуют старшие Егоровы. Но есть одно исключение – очередная годовщина свадьбы. Тогда за большим столом собирается вся семья Егоровых. Они нас всех любят и у них на всех у нас любви хватает. В Чувашии вернулись к вопросу о присвоении Чебоксарам звания «Город трудовой доблести». Депутаты Госсовета направили ходатайство в правительство республики. Наличие оснований для присвоения соответствующего почетного звания провед einer Росørской Академии наук. Соответствующие положение на заключение также имеются. Прошу поддержать предложения Чебоксарского городского собрания депутатов о присвоении в городе Чебоксарах отчетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и ходатайствовать в президенту Росейской Федерации соответствующим ходатайствам. Напомним, в начале марта Владимир Путин подписал закон, по которому в России вводится звание «Город трудовой доблести». Его получают города, чьи предприятия и жители внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Между тем, 2 июля президент уже присвоил это звание 20 российским городам, 8 из которых находятся в ПФО. В их числе Нижний Новгород, Казань, Пермь и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данному факту организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения, в ходе которой будут установлены причины совершенного ДТП. Проверкой занимается прокуратура Ленинского района Чебоксар. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике будет отремонтировано более 70 километров дорог. Один из участков в Мариинском, Посадском районе, около села Октябрьское. Качество сделанной работы проверил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. За месяц этот километровый участок расширили до нормативов и заново уложили дорожное полотно. Здесь, значит, мы в этом году отработали на первом километре дороги. Значит, несколько типов по проекту, несколько типов конструкций предусмотрено по проекту. Ширина проезжей части будет 7-метровая, плюс по 0,5 метров ширины обочины будут. И, значит, фрезерование, значит, уширение и укладка двух слоев асфальта бетона. Всего же подрядчику необходимо капитально отремонтировать 10 километров трассы между селом Октябрьское и Козловкой. Изначальное финансирование объекта разделили на три года. Но в результате проведения аукционов заказчик Минтранс сэкономил 60 миллионов рублей. Эти средства тоже уйдут на этот объект, отремонтируют еще 2 километра. Мы находимся сейчас, где первый километр закончили ремонт. Вот он, первый километр. До конца года планируется отремонтировать еще 2 километра. До конца года и до 2022 года еще 7 километров остается. Мы сейчас вот на этой границе находимся. Олег Николаев поинтересовался, есть ли возможность завершить ремонт пораньше, не в 2022 году. На следующий год, если мы с финансами решим, он может уже закончить весь участок. То есть не дожидясь до 2022 года. Да. 10 километров заканчивается неподалеку от деревни Оксарина. А дальше грунтовая дорога. Ремонт вообще не производился, потому что вот каждый год, год за годом, значит, обещают. Но они обещали. Вот. Хотел бы, значит, действительно в этом году, если в силах действительно наша республика, нам помогли. Мы сейчас только что про эту дорогу говорили. И задача как раз в ближайшее время это все поставить в план реализации. Вот первые это проекты, а потом уже в айтапу будем вырезать. В республике между районами шесть таких дорожных разрывов. Один из самых больших между Порецким и Бресенским районами. Их нужно приводить в порядок, чтобы сократить время в пути и сделать доступной медицинскую помощь. В республике создаются межрайонные медцентры, и они будут обслуживать население нескольких муниципалитетов. Профильные ведомства готовят проектно-сметную документацию. В течение пяти лет такие грунтовые дороги будут заасфальтированы. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии официально представили нового прокурора. На эту должность назначен государственный советник третьего класса Андрей Фомин. Новый прокурор родился в 1965 году во Владимирской области. Работал на различных должностях в прокуратуре Ярославской области. До назначения в Чувашию исполнял обязанности первого заместителя прокурора Крыма. С 1 июля этого года электрические счетчики в квартирах и домах будут устанавливать и обслуживать бесплатно. Эти обязанности возложили на сетевые организации и гарантирующих поставщиков. Исполняться они будут при помощи умных счетчиков. Эти и другие новости в правовой рубрике от Гарант Чебоксары. Приобретение, установка, поверка и замена электросчетчиков – теперь забота сетевых организаций. При этом предполагается, что указанные обязанности поставщиками будут исполняться в том числе с помощью умных счетчиков, которые будут сами передавать показания о количестве и даже качестве потребленной электроэнергии. Сами настраиваться и подсчитывать электроэнергию, употребленную днем и ночью, в пиковую нагрузку летом и зимой, в зависимости от тарифа. Сами будут предупреждать о попытках их перенастройки третьими лицами. И даже сами будут ограничивать электропотребление должникам. При замене вышедших из строя счетчиков сетевики и гарантирующие поставщики еще полтора года могут устанавливать приборы учета старого образца. С января 2022 года в обязательном порядке только умные счетчики. Что касается новостроек, то все вводимые в эксплуатацию многоквартирные дома обязательно должны оснащаться именно такими умными счетчиками электричества уже со следующего года, с января 2021 года. Еще одно решение коснулось российских паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля или истекает 15 июля этого года. В связи с пандемией они считались действительными. Также на период пандемии основными документами граждан, которым исполнилось 14 лет, могли оставаться свидетельства о рождении или загранпаспорт. Сейчас МВД России определило порядок и сроки замены или получения таких документов. Установлено, что сделать это можно будет до 31 декабря 2020 года включительно. А имеющиеся документы будут оставаться действительными вплоть до их замены. Село Шахазаны Канажского района стало победителем республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Специалисты оценивают экономическую и градостроительную политику. Насколько эффективна обратная связь с жителями и как на местах укрепляют межнациональный мир. О том, как проекты превращаются в конкретные дела, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Этому зданию 200 лет. Для местных это не просто бывшая школа, но и уникальный объект истории, культурное наследие. В этой же Казанской средней школе я учился с 1973 по 1983 год. А еще в этой школе учился Михаил Сеспель. А в годы войны здесь размещался эвакогоспиталь. Благодаря местным инициативам здание отреставрировали. И теперь его история продолжится в новом качестве. Здесь разместится районная библиотека. Проект стал победителем номинации «Городостроительная политика». Сумма реставрационных работ по этому объекту 21 миллион 880 тысяч рублей. Сейчас мы находимся на завершающем этапе. Ведут работы по благоустройству территории. Внутренние работы практически все завершены. Окна, фасад и даже кованые перила. Реставрационные работы проведены с охранением уникального стиля. Отремонтирована инженерная инфраструктура. Закуплена мебель. А снаружи работа все еще кипит. Строители заверяют, что с такими темпами они завершат благоустройство территории уже к следующей неделе. Укладываем брусчатку, меняем асфальт, меняем бордюры, устанавливаем заборы. Реставрируем памятник. Данную работу мы хотим завершить уже через 2-3 дня. А это будущая школа искусств. С нового учебного сезона дети смогут заниматься здесь музыкой и искусством. До этого мы занимались 6 лет в здании общеобразовательной школы. Очень рады, что сейчас у нас появляется свое родное здание. У нас дети занимаются 10 лет. Сразу после снятия ограничений ждет гостей и новый дом культуры. Напомним, он открылся в прошлом году и уже стал победителем номинации укрепления межнационального мира и согласия. Реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. По мнению специалистов, это признание труда педагогов и работников культуры. Проект посвящен, прежде всего, чтобы разные нации, которые живут в Казанском сельском поселении, жили в мире и согласии. Мы для них устроим праздники, праздники дружбы. Раньше вот люди пожилого возраста, раньше реже выходили в клуб, а выходили большинство молодежь. Ну а теперь мы замечаем, что выходят люди пожилого возраста. Подумали и о самых юных жителях. Для них уже готовы игровые площадки и площадка для спорта. В перспективе строительство волейбольной зоны и установка силовых тренажеров. Работы разделили на четыре этапа. В прошлом году мы реализовали первый этап на сумму более 6 миллионов рублей. Построив спортивную площадку, одну спортивную площадку с искусственным покрытием. Ведутся работы по благоустройству дворовых территорий дома номер один, дома номер четыре и двенадцать. В течение ближайших двух лет мы принятую программу именно в рамках администрации Казанского сельского поселения будет полностью реализована эта программа. Результаты такой работы очевидны. Впрочем, как и само желание жителей сделать село комфортным для проживания. Недавно построили детские площадки. Мне, например, очень приятно со своими родными братьями и сестрами гулять на них. Сами мы со своей молодежью, с друзьями гуляем на площадке, играем в волейбол, в баскетбол. Лучшие практики муниципалитета представят на федеральный уровень. Так, в прошлом году на данном этапе конкурса отличилось Сугайкосинское сельское поселение этого же района. И с каждым годом список конкурсантов растет. Ведь проигравших в этом случае нет и быть не может. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Поиск оптимальных идей, которые помогут занять свою нишу на рынке. Это и единый бренд, по которому можно будет узнавать местного производителя. И разные формы торговли. И создание небольших фирменных магазинов шаговой доступности. Об этом говорили на совещании с руководителями пищевых предприятий Республики. В основе новых взглядов на торговлю производства качественной продукции. Иной покупатель просто откажется брать. Новую линию ржаного помола запустил Чубаш Хлебопродукт. Инвестиции предприятия составили почти 24 миллиона рублей. Востребованность в этом виде муки открыла новые рынки. Мощность до 60 тонн зерна в сутки. Перерабатываем сейчас в районе 700-750 тонн зерна ржи ежесуточно. Реализация муки ржаной идет как в Чубашии, так и в Марийскую, Татарскую, Нижегородскую область. Рынок расширяется. Чебоксарский хлебозавод номер два тоже вложил свои средства в производство мелкоштучных хлебобулочных изделий. Мощность нового производства – 5 тонн в сутки. Запустили две производственные линии. Конечно же, это рост производительности труда, рост качества. И вот такого рода события радуют душу. Но самое главное, сегодня мы поговорили в целом о продвижении продукции, которая производится на территории Чувашской республики, прежде всего на нашей чувашской рынке. В эпоху цифровизации экономики цепочка продавец-покупатель сокращается в разы. Во многих странах уже давно работает система мобильных рынков. Когда автофургоны с местной продукцией приезжают в определенный день и час на заранее выбранное место. И буквально за пару-тройку часов продают все свежие продукты. А когда у товара будет еще и зарекомендовавший себя бренд, торговля пойдет еще быстрее. Активнее надо пользоваться электронными торговыми площадками, увеличивать нишу онлайн-продаж. Наталья Мальчикова, Маргарита Милникова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии создадут филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, которая занимается исследованием сельскохозяйственной продукции. Это позволит товаропроизводителям выйти не только на российские, но и на международные рынки. На встрече с директором ветеринарной лаборатории Романом Рыбиным Олег Николаев отметил, что Республика очень заинтересована в том, чтобы филиал здесь открылся как можно быстрее. Это позволит усилить контроль за качеством сельхозпродукции, сократить время доставки проб и собрать всю необходимую информацию о лабораторных исследованиях. Идет подбор специалистов здесь, на территории Республики. Определили примерную штатную численность, которая будет здесь находиться в филиале. Ну и в принципе буквально, наверное, уже в этом месяце мы начнем текущие ремонты в том помещении, которое предоставили нам территориальное управление для того, чтобы уже начать организацию, начать как раз оказывать ту помощь, которую необходимо предпринимать сельхозпроизводителям в крае буквально уже в этом месяце. Это создание дополнительно около 100 рабочих мест, от 80 до 100 рабочих мест. Кроме этого, это около миллиарда рублей, я не совру, да, около миллиарда рублей инвестиций, то есть оборудование. Да, раньше мы анализы сдавали в других регионах. В Нижний Новгород возили, в Татарстан продукция сейчас тоже портилась. Теперь появится возможность, то есть, во-первых, не тратить дополнительные деньги на всю эту перевозку. И все это можно было делать быстрее, качественнее. Почти 20 тысяч детей в Чувашии дожидаются мест в детские сады. Дополнительные группы в республике планируют открыть в частных садиках. На этом в бюджете региона предусмотрены субсидии. Проект закона сегодня одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии. Участвовать в том, что помогут организации и интеллектуальные регионы, но, соответственно, за свечением государства и муниципальных. Первое требование, имеющее лицензию на реализацию и реализацию программы до школного образования. Второе, имеющее условие для создания дополнительных в соответствии с соответствующими сентябрами требований. И последнее условие, функционирующие на территории муниципального образования. Есть очевидность в детских садах детей от 1,5 до 2,5 лет. По планам, до конца года в республике должны дополнительно открыться 7 групп на 64 места. До 2022-го их количество увеличится до 12. Финансирование одного места более 122 тысяч рублей. Всего же в бюджете предусмотрено более 7,5 миллионов рублей. Также напомним, в этом году в Чувашии начнется строительство 9 детских садов на 1760 мест. По одному детскому саду построят в Валиковском, Козловском и Цивильском районах. Оставшиеся 6 – в Чебоксарах. Школы столицы приняли участие в конкурсе на лучшее оформление территорий «Цвети моя Чуваша». В этом году он посвящен 100-летию образования чувашской автономии. По условиям конкурса территории образовательных организаций должны быть оформлены в соответствии с концепцией озеленения. Комиссия оценивала обеспеченность зелеными насаждениями, состояние газонов, кустарников, деревьев, общее санитарное состояние территории, проявление творческой инициативы. Сегодня мы наблюдаем, что более 60 школ города Чебоксара приняли участие в этом конкурсе. Постарались максимально озеленить свои территории, посадить цветы. Надо сказать, что в этом мероприятии приняли участие не только учителя и вспомогательный персонал школ, но и сами дети, и даже родители зачастую приносили саженцы, предоставляли семена для того, чтобы действительно их школа была самой лучшей. Школа номер 40 работу по благоустройству и озеленению территории ведет постоянно. Пространство школьного двора украшено не только цветами, высаженными в стиле символики столетия образования чувашской автономии, но и деревянными арт-объектами. Для благоустройства нашей территории активно участие принимали родители, школьные работники. И благодаря общим усилиям наша школа стала яркой, красивой и цветущей. В результате, кроме 40-й школы, в числе победителей 10-я, 47-я, 57-я школа, 2-я гимназия и другие. Как поэтично высказался начальник управления образования, сегодня их территории представляют собой островки природной гармонии. Для тех, кто хочет ознакомиться с конкурсными работами, на сайтах образовательных учреждений размещены информация и фотоматериалы в баннерах цвети «Моя Чувашия». Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Национальная библиотека Чувашской Республики частично возобновила обслуживание. Этому долгожданному открытию обрадовались многие жители столицы. О том, как проходит работа в библиотеке в настоящее время, смотрите в эфире. В режиме абонемента открылся центр чтения. Здесь можно взять художественную литературу на дом. Если нужны книги «Нет» на месте, ее принесут из других отделов библиотеки. Обслуживание идет только по предварительной записи. Буквально за 8-9 дней обслуживания библиотека посетила уже 500 читателей и выдано почти 1000 книг. В основном это художественная литература, но есть возможность сейчас взять документы и из отраслевых отделов. Все обслуживание проходит в фойе первого этажа. Здесь мы соблюдаем необходимые меры безопасности, то есть это наличие масок, перчаток. На входе обрабатываются руки дезинфицирующими средствами. И все книги, которые читатели сдают, проходит обязательно пятидневный карантин. Записаться можно по телефону, электронной почте или на сайте. Есть электронный каталог, в котором можно найти интересующее издание и отправить заявку на получение. К приходу читателя сотрудники библиотеки уже все подготовят. Одновременно можно заказать не более пяти книг. Я беру книги, которые мне нравятся, но и которые были написаны достаточно давно. Я отношусь к этой библиотеке положительно, потому что мне неудобно читать книги в интернете, а тут я могу прийти и взять книгу и прочитать ее вживую. Я беру «Коты-воители», они очень интересные. Сейчас я беру вообще школьную литературу, которую мне задали в школе читать. Я вообще три года подряд прихожу сюда. Тут очень книги интересные. То есть почти каждую неделю беру по книгам. Ну, очень интересные книжки, читать очень люблю. В условиях временной изоляции людям особенно приятно проводить время с книгами. Да и школьникам нужно готовиться к новому учебному году. Именно поэтому в национальную библиотеку приходит все больше людей. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика. Это были новости среды. До свидания.